Всем здравствуйте! У нас продолжается сезон абрикосов и сегодня я варю абрикосовое варенье. Хочу поделиться с вами рецептом. Очень простой рецепт и очень быстрый. Итак, у меня здесь 1 литр абрикосов без косточки. И сюда я добавлю, вот литровая банка, не полная банка, сахара. Кто любит послаще и у кого абрикосы чуть-чуть кислее, можно добавить полностью литр, 1 к 1 и можно еще добавить 2-3 столовых ложки. У кого очень сладкие абрикосы, можно сделать, как у меня, неполный литр сахара. Одним словом, сахар добавляю сюда в кастрюлю к абрикосам без косточки. Все это, не мешая, ставлю на газ. Сейчас под кастрюлей горит самый маленький огонь. Я жду, когда появится сок вот здесь на краях, у края, у стенки кастрюли. Появился сок, теперь варенье можно перемешать. После того, как варенье закипит, его нужно варить на маленьком огне 45 минут, время от времени помешивая смесь. Прошло 45 минут, огонь под вареньем можно выключать. Еще через 5-10 минут с поверхности варенья необходимо снять пенку. Еще через час, когда варенье остынет, я его разливаю по стерилизованным полулитровым банкам. После того, как варенье в банке полностью остынет, я закатываю банку металлической крышкой. Никогда не нужно закатывать в банке варенье металлической крышкой, когда варенье горячее. Потому что из варенья будет испаряться еще влага, она в виде конденсата будет откладываться на крышке и у вас вверху вот здесь будет много жидкости и варенье может вот этой части плесневеть и даже испортиться. А вот так выглядит варенье после полного остывания. Вот такая у него консистенция. Если вы любите более жидкое варенье, тогда варите не 45, а 35 минут. Но не меньше, потому что может варенье испортиться. Если вы любите более густое варенье, тогда варите не 45 минут, а 60. Но я нашел золотую середину. 40-45 минут это самое оно. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok